Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и сегодня мы с вами проведем небольшой, так сказать, проверочный тест дорожного просвета или клиренса автомобиля Renault Captur с объемом двигателя 1.6 литра, вариаторной трансмиссии и передним приводом Сегодня мы с вами посмотрим, как утверждают производители, что дорожный просвет автомобиля составляет 204 мм Опять же, в зависимости от типа размера колес, он может достигать, как многие пишут даже в сети интернет, 218 мм По крайней мере, в автомобиле, который купили мы, у нас он выходил с R17 колесами В документации заложено было, что дорожный просвет составляет 204 мм Опять же, где-то это возможно правда, где-то неправда Сегодня мы посмотрим, так ли это Мы обзавелись специальной рулеткой, обычной простой рулеткой, 3-х метровой В принципе, нам 3 метра не надо, достаточно буквально всего лишь 20 с копейками сантиметров Сегодня мы посмотрим в разных частях автомобиля, какой дорожный просвет составляет у нас Мы постарались выбрать более-менее ровную площадку Хоть и сегодня довольно много выпало снега у нас в Минске Опять же, постараемся сделать так, чтобы более-менее объективно замерить этот параметр И так ли это, что Рано Каптур в своем классе лидер по этому показателю, по дорожному просвету Сегодня мы убедимся Также мы сегодня с вами в разных точках замерим общий дорожный просвет По днищам мы, наверное, лезть не будем Мы приблизительно просто посмотрим, где и как опускаются некоторые черты кузова, части кузова к дорожному полотну И, в принципе, в заключении сделаем уже небольшой свой вывод касательно клиренса автомобиля Ну что, поехали, давайте замерять Итак, сразу справочно, что хочу заметить Резина у нас стоит зимняя, сава Размер дисков и колес здесь R16 R16 215 на 65 Вот, протектор довольно невысокий Немножко он в заснеженном состоянии Вы можете видеть, да, он немножко отличается от летнего протектора Но, в принципе, не такой сильно высокий Без шипов, шиповки у автомобиля нету Значит, заводы-изготовители автомобиль в комплектации Style выходил на R17 колесах Они чуть выше смотрятся Резина была там 225 на 65 R17 Сейчас зима Ну, давайте посмотрим Первая точка замера будет у нас вот этот вот, наверное, передний брызговик Померяем сейчас от края брызговика до земли Сколько у нас будет составлять дорожный просвет в этой точке Итак, сейчас я чуть больше вытяну из нашей рулетки метр И мы посмотрим Итак, исходя из того, что мы имеем Кстати, вы можете видеть поверхность здесь бетонная Немножко я расчистил Довольно ровная Автомобиль стоит на ровной поверхности Нету здесь возвышенности Либо спусков Бугров тоже я не заметил Я уже обошел несколько раз эту площадку Вроде бы нормально Значит, в этом месте от края брызговика до земли Дорожный просвет составляет 22 сантиметра Это от брызговика до земли 22, ну, где-то даже 219 Вот так, 219 миллиметров Или 21 сантиметр и 9 миллиметров Это что касается точки от брызговика до земли Теперь ради интереса Конечно, возможно, это и неправильно Мы попробуем замерить просто от порога От порога мы попробуем замерить этот показатель Итак, мы берем, допустим, водительская сторона Под водительской дверью И опускаем Даже пускай немножко утрамбуем снег Снег будет погрешность примерно 3-4 миллиметра Итак, мы можем видеть, что в этой области Дорожный просвет составляет аж целых 29 сантиметров Или 290 миллиметров Опять же, автомобиль не стоит на возвышенности Он стоит довольно ровно Вот, но опять же, это замер неправильный Замерять нужно всегда от самой крайней точки Днище кузова Допустим, мы замерим вот от данного элемента порога Вот, вы можете видеть Я сейчас постараюсь расчистить снег Снег мы расчищаем И замеряем от этой точки У нас получается 275-280 миллиметров Вот, таким образом Я могу сказать, что В этой части автомобиль может проехать Довольно крутые неровности И, в принципе, остаться совершенно неповрежденным Даже заехав на высокий бордюр на парковке Мы перейдем к передней части автомобиля Конечно, мы прекрасно все должны понимать Что те замеры, которые я сейчас сделаю Во-первых, конечно, имеется погрешность Где-то плюс-минус сантиметр, наверное, даже Но дело в том, что Дорожный просвет 204 миллиметра Или у некоторых даже в зависимости от шины Составляет 214-218 миллиметров Он не делается по боковым точкам То, что я сейчас вам замерил И показал, что по 30 сантиметров Клиренс, это все неправда И официальные данные точки Они, конечно же, всегда делаются По деталям, которые находятся Под днищем автомобиля Вот, я сейчас пытаюсь найти Эту нижнюю точку Быстрее всего Это точка защита двигателя Здесь она идет У нас стальная Она идет чуть толще, чем Стандартная пластиковая И также точки задней балки Вы можете видеть Я вам пытаюсь показать Точки ушей задней балки Сейчас мы попробуем измерить Вначале перейдем В переднюю часть автомобиля И попробуем сделать Замеры Под нижним бампером Под губой нижнего бампера Вот такого вот Типа она Это губа Сделана она Из пластика Но Как под алюминий Вот Сейчас я попытаюсь Определиться Какую мне точку Лучше выбрать Итак Более-менее Мы тут немножко Расчистили Давайте смотреть Что у нас Под передним бампером Губу Замеряем губу Смотрим Опять же До земли До снега До снежного покрытия Дорожный просвет Составляет порядка 25 сантиметров Или 250 миллиметров А вот теперь Мы переходим Уже непосредственно К объективному замеру Почему все-таки Производитель написал Что У автомобиля Дорожный просвет В районе 20 20 сантиметров Это вот Под днищем И под днищем Этот дорожный просвет Составляет как раз Где-то 203 204 миллиметра По нижней точке Защиты Двигателя Вот я вам покажу Постараюсь Более наглядно Где она Спускается Ближе к земле Поэтому Таким вот образом И делается Дорожный просвет Дорожный просвет Вообще Это самая Нижняя точка Которая Ближе всего Размещена К дорожному Полотну Теперь Перейдем К задней части Автомобиля По бокам Мы уже посмотрели Впереди Мы посмотрели Мы поняли Что По защите двигателя Дорожный просвет Действительно У этого автомобиля Составляет 204-203 Миллиметра Ну и давайте Посмотрим По задней губе Мы знаем Прекрасно Что у автомобиля Очень хорошие углы С веса Заезжать он может На довольно Высокие подъемы Съезжать Также с них Может Довольно Без проблем Сейчас мы попробуем Посмотреть Что у нас Под задней Губой Губой Заднего бампера Какой дорожный Просвет У нас Под Задней губой Ну здесь Вообще Все 40 Все 40 Практически Сантиметров Где-то Может быть 39 Покажу Вам я В масштабе Так что Задняя часть Автомобиля Если вы Являетесь Владельцем Такого Рено Каптур Вы можете Не бояться Подъезжать Даже Не то Что Высоким Бордюром Вы можете Подъезжать К двойным Высоким Бордюром Парковаться Заезжать Даже На какие-то Примерные Возвышенности И этого Не бояться Далее Давайте Искать Смотреть Что у нас Задняя часть Автомобиля Какая Все-таки Нижняя точка Но мы можем Видеть Что нижняя точка Это опять же Как я сказал ранее Это задняя балка И Уши Задней балки Где Размещаются Пружины Пружины И наверное Чуть ниже Идет еще Вот я вижу Элемент Возле колеса Давайте Мы сейчас Попробуем Замерить Заднее колесо Автомобиля И сейчас Мы попробуем Замерить Вот этот Вот Участок Сколько же Здесь у нас Будет составлять Дорожный процвет Я думаю Даже что У нас будет Здесь Он Будет ниже Чем В том Месте Где мы Замеряли Впереди Итак Я подношу Свою рулетку Метр И могу Сказать вам С уверенностью Что Здесь он будет Меньше Чем даже 204 Миллиметра Он будет Здесь равняться Примерно 19 Миллиметра 19 сантиметров Или 190 Миллиметров Поэтому Таким Образом Дорожный процвет Даже В некоторых Частях Автомобиля Составляет Менее 204 Миллиметров Это стоит Учитывать Поэтому При Проезде Неровности Которые Могут быть На дороге В виде Камней Или Какие-то Колдобин Учитывайте Тот факт Что Вот эти Участки Задней Балки Они Находятся Ниже 200 Миллиметров Также Учитывайте Что Впереди У вас 203 204 Миллиметра Под По защите Двигателя По стальной Защите Двигателя Если Пластиковая Возможно Дорожный процвет Увеличится На Миллиметр Два Но Не Более Больше Нижних Точек Поднищу Кузова В автомобиле Я В принципе Не Обнаружил В целом Все равно Показатели Довольно Неплохие Опять же Поэтому Не всегда Стоит Верить Первоначальным Замерам Которые Мы Сделали Сбоку Автомобиля От Порогов До Земли Где Данные Составили Космические Практически 30 Сантиметров Сюда Стоит Искать Самую Нижнюю Точку У Днища Автомобиля И По ней Делать Замеры До Дорожного Полотна Опять же Здесь Возможно Небудь Небольшая Погрешность Из-за Того Что Есть Немножко Слой Снега Но Зато Плюс В том Что Поверхность Площадка На которой Стоит Сейчас Автомобиль Она Очень Ровная И Мы В этом Плане Довольно Объективно И Четко Практически Четко Сделали Свой Замер Ну а В заключении Нашего Небольшого Видео Касательно Дорожного Просвета Или Клиренс Автомобиля Рено Каптор Который Производится 2016 Года И по Сегодняшний День Хочется Отметить Что Учитывайте Моменты Учитывайте Самые Нижние Точки Которые Имеет Автомобиль Это Опять же Как я Сказал Ранее Защита Двигателя И Впереди Автомобиля И Сзади Автомобиля Это Его Балка Уши Балки Которые Находятся Ближе Колеса Эти Точки Самые Нижние К Дорожному Полотну Поэтому Опять же Этот Момент Стоит Предугадывать При Езде По Пересеченной Местности По Неровностям Что По Средине Автомобиля По Между колес Автомобиля Довольно Высокий Камень Или Какую-то Помеху Вы пропустить Не сможете Вы можете Ее задеть Либо Защитой Двигателя Либо Сесть На нее Задней Балкой Поэтому Учитывайте Этот момент И Самое Главное Что Никогда Сразу Не верьте Тому Что Пишут Автопроизводители Те Расходы Топлива Динамика Которая Указывается В документации К автомобилю Это все Эталонное Значение Они Достигаются Только Специалистами Экспертами В определенных В определенных Местности При помощи Специального Возможно Топлива Возможных Возможного Мастерства Специального Так То же Само И касается Дорожного Просвета Дорожный Просвет Замеряется Сугубо В определенных Местах Быстрее Это делается По передней Частью Автомобиля По его Защите Далее Задняя часть Автомобиля Она же Как правило Под замеры Не попадает Поэтому Рынок Аптур Да Действительно У него Дорожный Просвет 204 Миллиметра Но Он Именно В передней Частью Автомобиля В задней Частью Автомобиля Он Ниже Порядка 190 Миллиметров Поэтому Этот момент Обязательно Учитывайте При езде По Тяжелой Дороге В плане Бездорожья И При езде По пересеченной Местности С вами был Владимир Более подробно Обзоры Тестдрайв Автомобиля Рено Каптур Вы можете найти На нашем сайте Bazlight.ru Если у вас есть вопросы Предложения Или пожелания Пожалуйста Призлайте их нам На наш ютуб канал Или оставите На нашем сайте Ссылка на сайт Будет под видео И под описанием Самое главное Всего вам доброго И удачи На дорогах Всего вам хорошего